Всем привет, меня зовут Юлия, я живу в Черногории, в городе Пар. Сегодня я приехала в Будву к своей подписчице Ниночке, которая приехала с Германией. Живет она там более 20 лет, и поэтому я решила ее расспросить о жизни в Германии. Почему сейчас столько немцев приезжает в Черногорию и покупает квартиры? Начнем мы с плюсов. Кто туда едет? Ну, во-первых, это, конечно же, хороший рабочий рынок. То есть люди-специалисты, Германия открывает границы, приглашает высококвалифицированных специалистов. Образование в Германии бесплатное, может приехать, получить студенческую визу любой, кто немножко владеет немецким языком, кто подготовит документы правильно. То есть садики, школы, институты бесплатные? Да, все бесплатно. А если иностранка, тоже бесплатно? Да, для иностранцев тоже все бесплатно. Вот. Единственное, нужно получить определенный статус. ВНЖ? Да, да. Сначала получается ВНЖ, потом ПМЖ, потом паспорт. Но я вот сейчас подала уже на паспорт. А на каком основании ВНЖ можно сделать? Очень много параграфов. То есть украинцев сейчас дают, допустим, ВНЖ, это понятно. Потом, если ты получаешь рабочий контракт, ты въезжаешь. Потом ты можешь получить визу для поиска работы сейчас, ввели новую на год. То есть ты въезжаешь в страну, да, и ищешь работу. И ты можешь переехать, да, то есть там нужно... Это очень классно. Да, да. Это вообще шикарно. Сейчас пунктовую систему ввели. Раньше такого не было, это только вот в этом году ввели. То есть ты набираешь пункты определенные. И если по квалификации востребованы на рынке рабочем, да, ты получаешь замужество. Потом можно сделать так называемый аусбильдинг, это как ПТУ у нас. Ну, средне специальное образование. Потом, если ты, допустим, работаешь в уход, медицина, медсестра, это все очень востребовано. Тебе нужно просто выучить язык, да, сдать определенный уровень, получить место. Их огромное количество по трудоустройству таких агентств. Например, научились, да, есть специальность. Возможно прожить на зарплату минимальную? Можно, да, можно. Минимальная зарплата. Сколько налог идет? Смотри, зависит все, все тоже очень индивидуально. Есть прогрессивная шкала налогообложения, из-за которой, кстати, немцы переезжают в Германию. То есть если ты зарабатываешь мало, до 20 тысяч евро в год, это очень, ну, как бы там, да, то это будет там 20% налога, да. Но на 20 тысяч ты в большом городе не выживешь. В маленьком городе, в Лауэн, допустим, там очень дешевая квартира, там можно квартиру снять за 200 евро, да. Нормально, выжить можно. Но если ты живешь, сейчас скажу, если ты живешь в большом городе, Штутгарт, Мюнхен, там 1000 евро стоит только однокомнатная квартира. Германия, она разная. Есть в Западной Германии, есть в Берлин, где-то такие же цены, есть маленькие города, где, если ты, допустим, живешь, работаешь на удаленке, не обязательно ехать в центре, да. Но если ты работаешь где-то в гастрономии или в отеле, там, где хорошие зарплаты, это тоже в центре. Все очень индивидуально зависит от твоей ситуации, да. Но проблема в чем? Для кого эта страна подходит? Для бедных, незащищенных людей. Как только ты начинаешь в Германии делать свой бизнес, зарабатывать, и у тебя идет прибыль, ну, около 50 тысяч в год, 50-60 тысяч. Это сколько в месяц где-то? Ну, от 5 тысяч евро в месяц, да. Это какие специальности могут быть? Это IT, это возможности, я в салон красоты ты открыла. Все равно, ресницы ты делаешь, брови ты делаешь, и у тебя на потоке стоят. Вот так брови я делаю, и 5 тысяч евро я получаю, да? Ну, посчитай, 200 евро это стоит сделать брови в Германии, потому что из них 45% налога, ребята, минимум. А есть еще скрытые налоги, так называемые, которых не видно. Они говорят 45%, но кроме того, что у тебя еще, тебе нужно взять на страховку, 800 евро платить, ты сначала заработаешь 800 евро эти деньги, понимаете? А если я не буду за страховку платить? Ну, да, я здорово. И ты не можешь, ты не имеешь права, это подсудное дело, не платить за страховку, тебя в тюрьму посадят за это. 800 евро я должна каждый месяц платить за медицину, и потом мне скажут, что вы можете прийти к врачу через год. Да, да, вот эта вот система, она не совсем хорошо работает сейчас. Раньше все работало, сейчас трещит все по швам, люди недовольны, и, в принципе, изменений никаких не... Настолько все жестко зарегулировано, штрафы огромные, то есть жесткая налоговая. Здесь только, не дай бог, не заплатили какой-то цен, все-все платят, это понятно, но настолько жесткие условия для бизнеса, что многие банкротятся, то есть подняться в Германии на маленькое зарплате, чтобы получать мало, да, и жить вот только для себя, да, на минималку, это очень тяжело, то есть нет смысла заниматься бизнесом, потому что как коршун, когда ты начинаешь зарабатывать, у тебя есть социальное отчисление, кроме страховки, обязательное. Сейчас вводят пенсионный фонд 500 евро, и ты не можешь не заплатить. По закону тебе просто присылают счет, да, инвойс, если ты не платишь, на тебя открывают дело, и это по закону ты обязана платить медицинскую страховку, ты не можешь от нее отказаться. Если открывают дело, потом всадят в тюрьму и уже кормят бесплатно. Как вариант, да. Я поняла, то есть не надо ничего такого делать, просто не заплатите страховку, такие, все, надоело работать, пойду, пойду немножечко отдохну, берите меня в тюрьму, трехразовое питание. Получается так бы. Камеры там неплохие, я думаю, ну, получше, чем где-либо. Да, на самом деле тюрьмы не доходят, просто людей банкротят и сажают опять на социалку. А социалку платят работающие люди, такие, как я, и которых это все бизнес, какого черта я должна работать и отдавать 65% своего налога? Ну, вы будете работать за 30%, если вам... Подождите, 65%? Это откуда уже взялось? Да, сейчас я объясню, смотри, вот если ты посчитаешь, да, вот ты там, ты зарабатываешь тысячу, да, из них, ну, не тысячу, там, пять тысяч евро. Хорошо, пять, я брови делаю. Ты делаешь брови, да, и брови, ресницы, укольчики, косметолог, это очень дорого, это очень дорого, это могут себе только миллионеры позволить. Я встретила, кстати, здесь Черногорку вчера, она говорит, я сюда приезжаю ресницы делать, потому что здесь делаешь. Немку, немку? Нет, Черногорка, она живет в Германии, говорит по-немецки. Вот, она говорит, я сюда приезжаю, такая вся эта сам, потому что там-то безумно дорого. У меня тоже знакомая с Германией, приезжала в Анталию делать брови, ресницы, это все. Да, потому что это очень дорого, девочки. Там, почему немки говорят, что все страшные, потому что косметология, ну, там меньше тысячи евро, ты не видишь оттуда. Она думает, а зачем это мне надо? Ну, да, действительно, не надо. И вообще, зачем мне там делать из себя красавицу, все равно у меня социальная система будет обеспечивать, а не мужики, понимаешь? Есть свои плюсы, я говорю. Хорошо, а по социальной защите сколько получают люди сейчас? Ну, минималка, по-моему, 500 евро дают на покушать, плюс принимают за них минимальную комнату, то есть тебя платят комнату, это примерно 500 евро, да, плюс с коммунальными платежами, и 500 евро тебе надо покушать, и за тебя перенимают страховку, ты страховку не платишь. А, то есть ты имеешь в месяц 1000 евро? И плюс еще страховку за тебя платят, это плюс 800 евро, по сути. Да. А на детей? Детские там 250, 280 евро это детские. Так? Ну, не совсем, но они как бы, ну, прокормить можно ребенка за эти деньги. Если работать в найме, и востребована квалификация, допустим, врач, айтишник, можно найти работу хорошую, можно переехать. Это социализм. То есть Германия создала просто на данный момент социализм. И это можно жить там, именно наемным работникам они защищены, если не теряют работу, им дают пособия по безработице, сначала первой степени, как это примерно 70% от своей зарплаты, да? То есть это идеальная страна. Но если ты бизнесмен, из Германии нужно, мое мнение, нужно уезжать, тебе не дадут там подняться, потому что налоги трахоновские. Как только у тебя переваливает прибыль за 100 тысяч евро в год, значит, ты стоишь полностью подсмотром налоговой, у тебя куча проверок, у тебя есть специальный практически налоговый инспектор, который каждый день тебя кошмарит. Ну-ка, типа, где тебя укусить, да? Где можно щипнуть немножечко? Где можно тебе штраф? И штрафы от 10 тысяч евро до 50 тысяч евро, то есть тебе все равно, ну, нужно будет доплачивать. Вот, да, к сожалению, все стонут от этой системы, потому что денег не хватает, сейчас утрощит по шлам, вся эта социальная система. И немцы, они уже просто, им душно становится в этой системе, они уезжают, уезжают в Дубай, не только в Черногорию, Дубай, Кипр, Турция, Коста-Рика, Испания, что-то там, как-то, да, всякие там быть. И Черногория, один из стран, потому что я смотрела, многие страны, то есть в Дубае там нечем дышать. Я там была... Ну, Дубай, это, во-первых, дорого, много дорого, чем в Черногории, это вообще, там космос, во-вторых, ты летом тупо от кондиционера кондиционер уходишь, там плавится все. Там экология ужасная. Если я в Черногории дышу полной грудью, то там никто не говорит об этом, там не с чем дышать, там нет кислорода, там пустыня. Если там долго побудешь, я чувствительная, мне нужен кислород. Ты была в Дубае? Конечно. Я там была, я узнавала, что как там открыть фирму, извини меня, стоит 10 тысяч евро. Здесь стоит открыть там 500 евро, плюс там люди, которые помогают, их много, их можно найти, стоит там 500 или 1000 евро максимум. Вот, да, арабы, они очень, ну, хитрые, скажем так, они за каждое этого движения и не 100-200 евро, да, от 1000 до 5000, вы не положите, потому что, ну, вот такая вот у них политика. Ну, Дубай, конечно. Да, но я не вижу там ничего интересного, на самом деле, в плане, ну, как? Да нет, там чисто по экологии даже тяжело. По экологии, да, и мусульманская страна очень тяжелая, если ты... Много запретов. Много запретов, то есть, с одной стороны, это как, ты чувствуешь себя безопасно на улице, да, потому что Дубай, он, ну, полностью он следит, да, там нельзя... Ты имеешь в виду, они не могут украсить или что-то сделать, потому что сразу там отрубывают руку, и все, и все довольны. Ну, иностранцев их просто выгоняют, очень быстро из страны, закрывают их фирмы, если ты вдруг, ты не можешь ничего кроме против сказать, против шейха, ну, вот эта вся история. А Черногория... А ты прям хотела, да, ты прям хотела выйти сказать, против шейха что-то? Я прям не могу, не хочется. Нет, я не хотела, но люди, которые живут там, они рассказывают такую вещь, что когда ты, если, допустим, ты едешь и сделал какой-то несчастный случай, всегда ты будешь виноват, как турист, если ты находит до суда, всегда. То есть даже если он на тебя наехал, врезался в тебя, ты стоял, вообще ничего не делал, все равно ты будешь виновата. Да, все равно ты будешь виновата. Ну, понятно, что если нормально жить, ничего, можно, наверное, там жить, но, я не знаю, слышали вы или нет, европей, то ли немка, то ли из Дании, женщина поехала, ее изнасиловали, несколько арабов, и сказали, что она сама виновата, она спровоцировала, ее посадили в тюрьму, ее не выпустили из Дубая. Ты не слышала эту историю? Все немцы там на ушах стояли, что мы больше не поедем в Дубай. Это буквально два года назад случилось. По-моему, или не немка, или Дания, или из Норвегии, или норвежка, или датчанка. А на каком основании посадили жену? Все, шариат, все, там, у них там свои законы. То есть к этому нужно быть готовым. Можно жить, но сидеть как бы тихо, и да. Вот, в Черногорию приезжаю уже третий раз, и чувствую себя здесь классно, здесь все по-русски понимают. Я как домой приезжаю сюда, сцены приемлемые, дышится свободно, легко. В общем, на данный момент это мой фаворит. Если, я думаю о том, чтобы сюда переехать, все не так просто, потому что Германия держит еще очень долго за пятку. Есть такие законы, что если ты, да, ты не можешь просто так приехать, и сейчас закрыть бизнес, обанкротить, сказать, что все, ребят, мне ничего нет. Потому что как только ты переезжаешь в другую страну, и ты бизнесмен, у тебя фирма открыта, налоговая оцифрует твою фирму, и скажет, сначала заплати нам 2-3 миллиона, потому что ты уезжаешь со своим бизнесом от нас, это называется так называемый Weizungsteuerung, или Weizungsteuer, кто в Германии живет, он меня поймет, а потом мы тебя отпустим, поэтому сначала закрыться, подготовить почву, да, и потом уже переезжать. Ну, а так нельзя, чтобы вот это 2-3 миллиона не платить, нет? Нельзя, нет, тебе решают этот долг, и ты в Кабале, все, ты должен сначала рассчитаться с Германией, потом уже переезжать, да, или закрыть фирму, сказать, что она не переносит дохода, я вообще иду в найм, а вообще иду на социалку, и вообще потом только уезжаю, потом вот люди подготавливают почву, они уже давно уже все немцы бы переехали, все не так просто, на самом деле, страна очень-очень дирегулированная, уже всю эту социальную систему кто-то должен кормить. Ну, естественно. Да, а кто? А кто? Нина. Нина будет кормить. Третий раз в Черногории, ты уже подобрала, в каком городе ты хотела бы жить? Ну, мне Будва очень нравится, мне нравится Герцег Нови, бар, говорят, тоже для жизни хороший. Да, я говорю, ты говоришь, только ты и говоришь. Я была в баре, была в монастыре, была в старом городе, тоже классно, я пока еще не решила, но я думаю, что будет многое зависеть от моей деятельности, я сейчас открываю еще второй бизнес онлайн, если он пойдет, то в принципе все равно где ты живешь, но Будва мне вообще очень хорошо заходит, в Будве есть, экшен, старый город, погулять, очень такое красивое место, но я много не видела, но типа мне скучновато там жить, а вот там миллионеры, ну что там делать, Нина, ну не перестань, там вот миллионеры ходят туда-сюда, туда-сюда, уже выводят, понимаете, с ними миллионеры, мы так кидайте, кидайте, да не, зачем он тебе надо, вот два лучше, надо головой, это самое, палкой по голове в пещеру затащить, зачем тебе в свою пещеру, тебе туда, в его хоромы, не надо тебе в пещеру, мне это надо учить, понимаешь, все палкой, потом мы откачаем, потом миллионы, ладно, мне все нравится, мне Петровац нравится, Сутаморы красивые, но я куда не гляну, везде такая красота, думаю боже, ну здорово, ну конечно, нужна какая-то инфраструктура, а сама медицина, вот ты говоришь, 800 евро нужно заплатить за медицину, она того стоит, например, за 800 евро, мне кажется, ну можно на все обсмотреть, платные больницы, тебе прям, ну, а в Германии что дают за 800 евро? в Германии есть два вида страховки, государственная и частная, и какая из них лучше, я до сих пор не разобралась, потому что, если у тебя частная страховка, то тебя наоборот, слишком много оперируют, слишком много с тобой манипуляций проводят, потому что, ну, они лучше платят, да, чем государственные, вот, но государственная, что касается экстренной медицины, вас вы разбились, авария, переломы, немцы очень хорошо собирают и ставят на ноги, потом от тебя сразу в реанимацию, там прекрасные медсестры тебе ноги моют, там только все вокруг тебя и массаж тебе сделают, поэтому вот, что касается вот таких вот именно страшных случаев, несчастных случаев, несчастных случаев, немцы молодцы в этом плане, также, вот у знакомого на ноге поломалось, что-то с коленом произошло, там какая-то кость поломалась, маленькая, ее взяли, вырастили в колбе и вставили новую кость, то есть вот эти вот вещи, они, конечно, немцы очень хорошо делают, но что касается превентивной медицины, это у вас горло, астма, нейродермит, еще что-то, это все лечится кортизоном, антибиотиками, ну, я из своего опыта говорю, что мне вот, допустим, нужно было к кожному врачу попасть, родинку, да, посмотреть, меня записали на февраль 25-го года, мне нужно полгода ждать, на самом деле все очень страшно и жутко, потому что равнодушие, врачей ты не попадешь, они переполнены, огромный приток иммигрантов, система медицинская, на данный момент трещит по швам, врачи уже не справляются с наплывом, там такая система, сначала приходишь к доктору, он потом делает ее те направления, и без этого направления ты не попадешь к специализированному врачу, допустим, там, не знаю, женский врач ты можешь, а вот, допустим, что касается ортопеда, ты не попадешь без главного врача, а главные врачи просто не берут новых пациентов, и ты обзваниваешь, мне нужно было 15 врачей обзвонить, чтобы меня новый врач взял к себе, ну, допустим, кожный, да, там, или какой-то еще, поэтому все на самом деле очень жестко, и я, честно говоря, недовольна, то есть даже у тебя, если есть деньги, ты не попадешь в врачу, потому что они просто не берут новых пациентов, тебе никто не будет говорить, как тебе питаться, как за тобой следить, да, чтобы предотвратить все эти заболевания, в основном, это, конечно, там, кортизол, липопрофен, обезболивающие, антидепрессанты сажают, если у человека, нервничаете, а что-то болит, антидепрессант, и уже весело, уже ничего не болит никому, да, но то, что ты подсела на этот препарат, и потом ты постоянно от него зависим, нет, я шучу, не надо антидепрессант, это я пошутила, вы что, ни в коем случае, вот, это все очень легко, потому что врачи работают с фармаиндустрией, причем это во всех, это Америка, вот это все, там, рука руку моет, было потому, что у меня знакомая пошла к женскому врачу с одной проблемой, она говорит, вам нужны противозащаточные таблетки, я говорю, да у меня, говорит, нет вообще молодого человека, нет, вот вам нужно, потому что вам нужно восстановить гормональный фон этими таблетками, она говорит, да отстаньте, я не хочу отравить себя этими гормонами, она говорит, нет, вы, наверное, хотите специально забеременеть, вы думаете, вы привяжете к себе мужчину, вот пейте на нее глаза, они пытаются всунуть эти таблетки, и на самом деле, кто разбирается в медицине, они это все видят, ну, по поводу медицины, я знаю, что в Черногории не так все гладко, и... Ну, извини, смотри, картопеду, хирургу, если ты приходишь, ты попадаешь сегодня на сегодня, то есть, ты пришла, записалась платно, ты или на государственной, или свою проплачиваешь, все, живая очередь, кто-то записан, например, в одно время, он проходит в свое время, ты ждешь за ним, но ты пройдешь это, ты попадешь сегодня картопеду, хирургу, если на сегодня, то есть, здесь, конечно, плюс, есть частные больницы, где вообще ты записался и завтра пошел, то есть, здесь, в принципе, и плюс, я знаю, что с Европой ребята приезжают сюда на лечение один раз в год, просто полностью вся профилактика, все, МРТ, ну, короче, все, что им надо, дети, взрослые, они приехали, сделали все и поехали обратно. Ну, отлично, надо будет тоже подумать, да. Ну, 800 евро, понимаешь, все равно же придется платить. Все равно придется, единственный способ не платить, это уехать из страны, есть специальная страховка тогда для экспатов или для digital nomad, эти детальные, цифровых кочевников, она стоит 200 евро и ей можно по всей Европе, кстати, пользоваться, платишь в месяц 200 евро и тебя плашь, живешь где хочешь, живешь где хочешь, по миру, они практически везде. Но ты должна налоги Германии плачить или кому? тебе нужно уехать полностью, тебе нужно снять с регистрации и как только ты снимаешься с регистрации, у тебя не должно быть своей квартиры в Германии, иначе они могут посчитать, что ты снялся с регистрации, но ты живешь, там много нюансов, вот, и с этой страховкой, я знаю, ребята ездят по всему миру и нормально, и даже если они могут прийти в Германию или в другую страну, это страховка, то есть ты делаешь сначала оплату в клинике, а потом снимаешь, взимаешь деньги со страховки в индивидуальном порядке. Недвижимость в Германии вообще реально купить или это только съем? Это абсолютно... Вот так сравнить цены Черногория и Германии, вот насколько это больше? Смотри, есть... Может меньше? Все очень индивидуально в Германии, Германия разная, в Мюнхене меньше одного миллиона не подходи, за квартиру, а если вы отъедете буквально 5... Сколько квадратов? Ну, двухкомнатная квартира стоит миллион. Один плюс один? Да. Ну, примерно. Вот. Штутгарт это будет уже 400 тысяч, да, 500 тысяч, полумиллиона, но если вы отъедете в бывшую ГДР, а там сейчас все очень развивается, то там я купила квартиру двухкомнатную за 6 тысяч евро. за 6 тысяч евро, потому что это бывшая ГДР, там еще не так раздут цены, и там только начинается... В смысле, целую квартиру? Целую квартиру за 6 тысяч евро. Там 2 квадрата? Нет, там 50 квадратов, 2 комнаты, балкона, правда, нет, и я вот сдаю ее, да, то есть, посмотрите город, если кто-то хочет, Кемниц, Плауэн, Фоктланд, земля называется, там очень дешевая недвижимость, и если вы... Ну, там работы не так много, то есть, там есть работа, но, допустим, ее не так много, так... То есть, не столько будет желающих снять квартиру? Да, да, то есть, там каждая шестая квартира стоит пустая, она не сдается, но там можно снять по аренде, допустим, в Мюнхене одна комната будет, одна комната будет стоить около 1000 евро, а в этом городке 100 евро, 150. 5 часов от Мюнхена. Ну, я считаю, если люди работают по интернету, да, им все равно, где жить, квартира, ты имеешь в виду 6 тысяч евро, это... это прям за всю квартиру? Это прям за всю квартиру, да. Так, сейчас мне так, подписчики, а где это, где это сейчас? Ну, зайдите... Выезжаем, выезжаем, 6 тысяч евро, это вообще таких цен нету. Ну, зайдите на immobilienscout.de, мы напишем в описании, потому что все такие сразу говорят, Юля, как там еще раз посмотреть? Да, и сами посмотрите цены, это немецкие порталы, где вот как реалитика для... или там какие-то другие есть сайты, да, по стране, у каждой страны есть сайт, да? А, ну подожди, ну тут же начинается 800 евро. Медицинская страховка, потому что это же твоя квартира уже. Ну, 800 евро, да, да, 800, нет, ты можешь жить как бы в своей квартире и получать пособие. Пособие по безработице. Да, и тогда тебе это самое. Но если ты делаешь 800 евро страховкой, то есть у тебя доход около 5 тысяч. Если у тебя страховка, если ты получаешь, там, не знаю, 2 тысячи евро, у тебя будет меньше страховка, там, 400 или 500, но все равно у тебя идут драконовские налоги, тебе нужно обязательно взять бухгалтера, тебе нужно взять там налогового консультанта. Бухгалтер сколько стоит? Ну, 5 тысяч евро в год он стоит. Плюс 5 тысяч евро может налоговый консультант стоить. Там в зависимости от... А без налогового консультанта никак? Просто, что бухгалтер он справился? Нет, там такие сложные налоги, если ты сделаешь ошибку, за это тюрьма. Поэтому абсолютно у всех есть налоговый консультант. В Черногории налоговая... Нету такого. Здесь только бухгалтер за все отвечает. Он, конечно, ничего не делает, но больше такого консультанта у нас нет. Нет, там очень дорога... Ну, из-за того, что им тоже нужно платить налоги, они не выживут, поэтому они берут не 2 тысячи в год, а 5 тысяч в год, да, там, допустим. В зависимости от твоего, от твоей прибыли, от товара и поворота и от телодвижений, которое он должен сделать. Понимаешь? Вот так делает, и все равно 800 евро налог. Да. Короче, смысл в том, что немцам очень, очень много штрафов. Перешел, наверное, на красный свет 100 евро, там... Не, ну хорошо, что 100 евро не сбили. Знаешь, можно было уже в Европу ехать, конечно, на красный свет повезти. Но лучше 100 евро штрафов. Да, то есть... Очень много штрафов. То есть, мусор неправильно, штраф. Где-то ты снял на улице, нельзя снимать на улице. Штраф. Могут... Да, защита... Блогеры не могут вот так... Не может, не может. А что я еду в Германию? Я собралась в Германию. Люда говорит, приезжай. Я думаю, ну сейчас я поснимаю всю Германию. Нельзя. Ну, если тебя... Ну смотри, в принципе, ты можешь, потому что ты же свалишь потом из Германии. Тебя, если захотят привлечь, тебя очень тяжело привлечь. Ты уже не там. Понимаешь? Ага, а потом вот и вечер хату. Типа... Ниночка сказала, что на что ты будешь? Я такая, Юля, тута понимает, она уже на бесплатном... Но если кто-то будет проходить, я, допустим, я такая какашка скажу тебе, убери, пожалуйста, потому что мое лицо там, то ты должна убрать, иначе этот человек может на тебя... Не-не, это и в Греции, и в Черногории, то есть ребята, которые снимают, например, бар, он подходит и говорит, пожалуйста, меня не снимайте. Нет вопросов. Да, но если ты снимаешь дом или ресторан, и человек выйдет и скажет, не снимайте, пожалуйста. Этот дом. Это дом. Это мое. Это мое. Ты тоже не имеешь права это снимать. Вот, как-то так. Но я скажу так, иностранцы много снимают. То есть иностранцы можно... А немецкие блогеры, как бы, ну, понятно, то, как думают. Да, в основном я их вижу, они в лесу бегают, вот так вот сами себя в лесу снимают. Или так вот эту дорогу снимают. Или дома. А вот откуда взялись вот эти, видишь, ноги только видно. Что за прикол такой? Ноги и тротуар. Ну, думаю, ну, хорошо, красивые ноги, как бы. Ну, все, я поняла, почему. Живешь в Германии. Вроде прекрасная страна, с сильной экономикой, с сильной медициной. Но ты чувствуешь себя там, как в клетке. Ты постоянно живешь в страхе, что ты где-то что-то не так сделаешь. Неправильно бросишь мусор, неправильно оформишь бизнес. За то, что ты там не сможешь... Ты обязан при ведении, допустим, бизнеса онлайн, или ты как блогер, допустим, да, и ведешь, ну, какую-то коммерческую деятельность, ты обязательно должен писать свой адрес, где ты живешь. Он называется импрессум. Если ты это не написал, это на тебя штраф 10 тысяч евро. И ты боишься... В любом бизнесе, будь то гастрономия, будь то отель, огромное количество законов, и за несоблюдение этих законов идут штрафы. И это и в личной жизни, и в бизнесе. И из-за этого вот это давление на немцев, они... Просто как по струночке, понимаешь? Настолько вот они... Шаг лево, шаг право расстрел, потому что шаг лево, шаг право драконовский штраф. Вот это... И до этого они ходят свободой. Главное, знаете, главное в Черногории это не сказать, потому что у нас тут половину, у меня шушень ББ, то есть без адреса. И мне сказали, напишите адрес, у меня шушень ББ, 10 тысяч штраф, тут пол Черногории, ты понимаешь, не надо сказать никому, потому что сразу президент такой, о, это хорошая статья, пишет, такая прибавка будет в бюджет. А почему ты говоришь, личные отношения тоже как-то зажимают? Почему личные отношения? Ну, личные отношения, я имею в виду, когда ты живешь, у тебя, допустим, есть дети, у тебя есть соседи, если ты строишь дом, и у тебя твой забор больше определенного, там, больше куста, ну, там, по-моему, больше метра нельзя, я точно не помню, и, ну, ты об этом не проинформировался и сделал забор, или твои кусты выросли большими, тут звонят, и тебе приходят, стрижут твой газон, и выставляют тебе счет в 300 евро, в этом плане, что, лично, в личном окружении. Подросли побольше, да? Подросли положено. А соседки цены нравости, типа, не надо твоей швы больше были. Соседи в Германии, это что-то с чем-то. Вот если в Черногории это самый близкий друг, потому что, если что-то идешь к нему за помощью, понимаете, ну, как бы, да, самый близкий человек, то там этот сосед, это твой надзиратель, потому что, вот немцы, они уже с ума сами сходят от этого менталитета, ну, вот, порядок, должен быть порядок, они помешаны на этом порядке, но многим уже просто до маразма этот порядок доходит, понимаете, в некоторых случаях, когда ты не можешь крикнуть своего ребенка, сосед звонит в ювенальную юстицию, приходят за ребенка, забирают, один, значит, решил котят продать, котят просто так нельзя продать, нужно продавать с документами, с лицензией, опять не так, опять штраф там от 3 до 5 тысяч евро за неправильное отношение с животными, и каждое личное, личное пространство настолько зарегулировано уже на данный момент в этой стране, что становится уже, ну, нечем дышать, и люди уезжают. Я считаю, что если ребенок что-то натворил, иногда, ну, ребенку не доходит нормально, это не значит бить, ну, сказать немножечко, да, повысить, нельзя такого, да? Нельзя, если они нажалуются дома, что у меня нечего кушать, у меня мама там не заботится обо мне, у меня холодильник неполный, у меня жмут мне мои ботинки, мне не в чем ходить, мне мама не покупает, они могут прийти, проверить, как живет ребенок в условиях, ну, в общем, жестко. И забрать? И забрать. Ну, они не сразу забирают, они забирают, если есть побои, да, уже такие тяжелые, а если только жалобы, они просто начинают тебя терроризировать. Ты психологу, ходи сама, ты психологу, води ребенка, и потом просто собирается компромат на тебя. А платить за психолога, это кто должен? Это сделает государство. А, государство делает. Потому что цель потом изъять ребенка, да. Ну, ювенальная инститция, она на самом деле, если ты начинаешь разбираться, они получают очень большие деньги от государства, они должны оправдать свою работу. И вот это начинается, то есть лучше даже не позволять вообще привлекать к себе внимание. При разводе, если родители не могут договориться, мама с папой не может договориться, да, сколько будет ребенок там у одного родителя и у второго, то может тоже прийти ювенальная инститция, говорят, ну, если вы такие придурки не можете с собой договориться, мы забираем ребенка. Все, пока вы не договоритесь. А когда ребенок там, забрать его оттуда это очень тяжело. Да что ты говоришь? Наоборот, я думала, если туда приводят, очень быстро отдают. Нет, там его уже поселяют, интегрируют в дом, детский дом или какие-то там у них новые родители радужные могут быть, отдают. Ну, там... То есть так быстро еще эти, ну, как бы, до конца неизвестно, они уже другим родителям могут отдать? могут. Это называется флега фамилия. Семья по уходу. Да. И ребенку нормально, что у него другие родители? Нет, не нормально. Но он же это не предвидел, да? Они, у них просто свои протоколы, психологов, свои руководства к действию на законном основании. Еще раз говорю, все очень индивидуально. Есть реально родители, которые провинились, потому что вы не забывайте, что в Германию приходит, приезжает огромное количество сирийцев с 10 детьми. Они, девочек, плохо с ними прощаются. Да, есть реально, когда нужно забрать ребенок. Ну это да, это конечно. Они не смотрят, они плохо, они не пускают детей в школу, они религиозные. И из-за этого, из-за того, что огромное количество мигрантов прибыло, Германия ввела, допустим, ты не можешь просто так не отдать ребенка в школу, это тоже подсудное действие. Если ты один раз, один день ребенок не пришел в школу, 100 евро штраф, тебе нужно обязательно идти к врачу и брать больничный для этого ребенка или какую-то писать объяснительную, извинительную записку, возможно, учтут, возможно, не учтут. Ну вот, недавно был случай, сейчас каникулы, и в аэропорту стоит полиция, и люди, короче, по поводу каникул. Ситуация такая, если ты во время каникул уезжаешь, стоит билет с ребенком, ну, цены поднимаются, пускай там около 5000 евро, да, если стоит отдохнуть, куда-то поехать. Да, ну, в семье большой, в семье большой, я думала. Отель, все. А если ты на день раньше или на день позже каникул, то цены падают на 30-40 процентов. Ну да. И они забирают на день раньше, да, или на день позже, но обычно на день раньше. И этот один-два дня люди не ходят в школу, а забирают детей с собой и берут больничный. И стоит полиция во Франкфурте, в аэропорту, и они говорят, стоп, а почему ребенок не в школе, а мы болеем, а почему болеете и летите в отпуск. Так, значит, вы не болеете. А там будем болеть, а мы там любим болеть. А на прошлом в отпуске болеть любим, вы знаете? Нет, все, штраф, и там драконовский штраф, и там, я не знаю, то ли по 500 евро, то ли по 1000 евро, в общем. В итоге... Ну, они хотя бы их выпускают или нет? Они их выпускают, но потом в итоге ты на отпуске не сэкономил, понимаешь? А наоборот, еще дороже вышло. Дороже вышло. Со штрафами. Вот, поэтому я считаю, что, ну, можно написать на неделю и забрать под свою ответственность нанять репетитора, да, чтобы ребенка потом вытащить. Ну, вот, хотя бы хоть какую-то, сказать, родителям свободу в воспитании ребенка все-таки важно, но там это нет. Вот, ребенок принадлежит государству, да, место. Да. Вот, ну, ребят, не все так плохо, все равно, еще раз говорю, можно жить, не привлекая к себе внимания, да, ссорами, скандалами, чтобы вас никто не видел, не слышал, что вы там плохо живете, потому что не только вы начинаете плохо обращаться за своей семьей, огромное количество соседей, которые вас задают, и у вас начинаются проблемы, поэтому в Германии все тихо, спокойно, да, если в Черногории все тихо, спокойно, если тут начинают кричать, достают и стреляют, я слышала, да, вниз, вот, то там решается, соседи настучат, и вам огромный штраф, и ты все равно тихий и спокойный, понимаете, все везде одинаково. просто в центре города вышли, так, и все, и все спокойно, все такие. Да, сегодня убили того, там все, ну, в новостях просто, и все, и все нормально. Ну, это было два раза, честно, я признаюсь, было два раза, там какие-то разборки мафии были, но так нет, поэтому, потому что каждый день такие перестрелки у нас нет. Поэтому вывод, если вы предприниматель, только Черногория, если вы сами себе можете создать рабочее место, сами создать себе какой-то бизнес, онлайн, или квартиру купить, сдавать, или гастроном, или блогер, все-таки здесь лучше, легче, намного стартовать, чем в компании. Это мое мнение. Потому что налоги, сколько, от 9% до 15%, это вообще, немцы просто смеются с этих налогов. здесь. Да, да, да. То есть, чтобы вы понимали, если вы сдаете квартиру, вы все равно платите налоги. Это естественно. Тут без налога невозможно, но просто от 9 до 12% это... Ну, 9%, я слышала, физики, физическое лицо платит. Если фирма, там другие, по-моему, налоги. Но там еще есть налоги на дивиденды, если у тебя фирма есть, ты потом выводишь. Если в Германии это тоже от 45%, то здесь это всего 15% на дивиденды. то есть, намного... Если ты берешь людей на работу, ты на них отвечаешь в Германии. Ты не можешь просто так взять человека на работу и уволить. Ты не можешь уволить человека. Это тоже подсудное дело. На тебя открывается суд. Поэтому у предпринимателя руки связаны там. И люди, которые умеют двигать деньги, делать, создавать, да, какие-то обороты, они... Вот на данный момент я вижу такую тенденцию, что многие улучшают. Ниночка, скажи, пожалуйста, кем ты работаешь на данный момент? Ну, я занимаюсь недвижимостью, инвестированием в Германию. Поэтому, если вам интересно, и создание своего онлайн-продукта или коучинга, своих услуг, которые можно продавать через интернет. Поэтому, если вам интересно, я расскажу, как можно создать себе в эмиграции в любой стране мира доход на недвижимость и доход на инвропродуктах. У тебя есть каналы? У меня есть каналы. Ну, я сейчас просто начала вести о жизни в Германии, и, возможно, это будет жизнь в Черногории, если я перееду, если нет, то подписывайтесь, давайте дружить, взаимодействовать. Если будет интересно, пишите, мы запишем еще одно видео. Это в Ютубе, да? У тебя есть канал? у меня есть в Ютубе канал. Вы меня найдете на ТикТок. Я сейчас занялась с ТикТоком. У меня там 60 тысяч подписчиков. Germany and you тоже мы сделаем. И есть Инстаграм. Инвест2go. А если можно тебе попросить оставить ссылки? Конечно. Ты такое говоришь. Все ссылки будут в описании под этим видео. 100%. Спасибо большое за такое очень интересное интервью. За то, что уделила время. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь, кто еще не подписался на мой канал Julianna Home Official на Ниночкин канал будет в описании. И я всех вас жду в следующем видео. Желаю всем мира в душе, любви, благодати, мудрости. И, конечно, кто может приезжать в гости в Черногорию, с удовольствием с вами встречусь, запишу интервью или просто поболтаю. Целую вас, люблю, обнимаю. Спасибо, Нина. Пожалуйста.